приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня хочу представить вашему вниманию рецепт своего самого любимого супа и будем мы сегодня готовить красный борщ борщ со свеклы я его больше всего люблю для этого нам понадобится мясо на кости кусочки хорошее мясо немножко сальца и вот кусочки на этом мы будем варить бульон также нам понадобится две три крупных свеклы перетертых на терке две крупных моркови также перетертых на терке две больших луковицы крупно нарезанных 6 картофелин из приправ нам понадобится хариса розмарин зира и чеснок и также смесь здесь красный горошек белый черный и также нам понадобится кетчуп хенс и соль сахар по вкусу и столовая ложка уксуса теперь начнем готовку сначала мясо заливаем водой и ставим вариться бульон пока поставили варить бульон в разогретое масло насыпаю розмарин и в розмарин высыпаю лук сначала немного поджарю лук а потом добавлю морковь и свеклу вот такой вот у нас получает получается бульон пока закипит снимем пену пока он будет вариться будем делать заправку для борща и нарежем мелкими кусочками картофель картофель примерно буду нарезать небольшими такими вот кубиками как только увидите что лук начал желтеть добавляем к нему морковь хорошо перемешиваем и даем немного прожариться луку с морковкой после того как морковка начнется поджариваться добавим и натертую свеклу как только вы увидели что морковка поджарилась сразу высыпаете свеклу также даем ей поджариться после того как вы увидели что свекла хорошо поджарилась я добавляю 3 столовых ложки сахара но сахар вы можете добавлять по вкусу если кому-то нельзя сахар то не ложите его вообще кто любит борщ послаще можно положить и 4 ложки и одну столовую ложку соли после этого добавляем кетчуп и добавляю только перед тем как добавить воду огонь сделайте маленький и потихоньку добавляю кружку кипяченой горячей воды хорошо перемешиваем и хорошо протушиваем водички можно еще добавить наверное добавлю пол кружки сейчас налью воду пока наливаю воду добавляю зиру и харису приправу сразу вложу сюда для вкуса и запаха добавляю смесь из приправ если любите поострее то можно приправ добавить побольше добавляю еще пол чашки воды все это перемешиваем и хорошо протушиваем в течение 15 минут после того как бульон хорошо прокипел вы сняли с него пену добавляем картофель смотрю у меня бульончик получился сильно мясной многовато я добавил мяса но тем оно и лучше когда в семье много мужиков чем больше мяса тем сытнее добавили картофель и уже у меня подошла и свекла с морковкой и луком выключаю газ и перекладываю аккуратненько все в кастрюлю чугунная сковорода довольно тяжелая поэтому лучше это делать все аккуратно добавили свеклу и теперь подождем когда все закипит чтобы попробовать воду и посмотреть достаточно ли у нас соли остроты и сахара пока варится суп подготовим чесночок чеснок я готовлю вот так под нож вожу и просто хорошо разминаю после того как суп будет готов выключим газ положим чесночок закроем крышечку и подождем минут 15-20 пока он насытится чесноком вот друзья такой наваристый борщ у нас получается запах просто не передать словами добавил еще одну треть столовой ложки соли мне показалось что соли было немножко маловато теперь добавляем чесночок выключаем газ и добавляем друзья ложку уксуса закрываем крышку ложим на крышку кухонное полотенце и минут 20 даем настояться хорошо борщу и после этого будем пробовать и вот друзья итог приготовления вот такой вот аппетитный довольно вкусный суп получился точнее не суп а борщ красный борщ красивый такой наваристый запах просто просто сказка 30 минут мы еще подержали его под кухонными полотенцами чтобы он больше настоялся сейчас попробуем горячий главное не ошпариться очень вкусно вот три ложки сахара по сахару самое то одна и треть столовой ложки соли ложечка уксуса можно вместо уксуса ложить лимонную кислоту у меня просто ее не оказалось так бы я лучше положил немного лимонной кислоты чем уксус но все получилось просто замечательно рекомендую друзья вам попробовать уверен на 99 процентов что вам очень понравится на этом друзья буду заканчивать вам всех благ всех благ вашим близким кто не подписался пожалуйста подпишитесь дальше будут еще более интересные рецепты до новых встреч друзья в следующем раз у вас в следующем раз в следующем раз давайте мы будем с вами с вами давайте